Всем привет, ребята! И это шахматный камбэк, и в этой партии мы будем изначально использовать все сильные стороны наших фигур, а именно самую сильную фигуру мы будем использовать... Нет, мы пойдем в фокусе 4. Да, предыдущую партию мы не выложили, кстати, вот обратите внимание, что наш рейтинг серьезно наменьшился, обычно мы... Потому что мы использовали все сильные стороны. Обычно мы выкладываем все партии, даже проигранные, но в предыдущей партии Кирилл начал использовать силу Ферзя, а я каюсь, зевнул его в один ход. И партия там продолжалась 6 ходов, поэтому, наверное, не будет. Подожди, подожди, Ферзь F3, Ферзь F3. Ты подставляешься же прям под все. Все нормально. Мы используем силу нашей самой сильной... Ну что, мы уже закончим ее использовать, я верну его на Т1. Нет, стоп, в футболе, вот в футболе есть Месси, через него играет вся команда. В шахматах есть Ферзь. Мы команда, мы должны играть через Ферзя. Но вот сейчас, правда, я не вижу смысла играть через Ферзя. Ферзь затаился. Ну да, Месси иногда отходит на свою половину. Да, ему же тоже нужно экономить силу, совершенно верно. Он пригодится нам в будущем. Я предлагаю, чтобы быстрее поменять Месси на Роналду. Нет, Никита, смотри. Это наш единственный футбол. Понимаешь, в футболе же Месси не выполняет черновую работу. Совершенно верно. То есть, ну для этого... То есть, ты считал, что вот это твоя вылазка, это была полезная работа. Нет, он, понимаешь, он напугал. Я понимаю, но, как тебе сказать. То есть, понимаешь... Давай же, у нас все игроки, они выстроились на линии ворот. Это, по-твоему, жизнеспособная стратегия в футболе. Ошибка тренера. Ошибка тренера. Совершенно верно. Кто у нас тренер? Кто? Кто у нас? Тренер. Я не знаю, кто у нас тренер. У нас нет тренера. Значит, никто не ошибся. Вот D6... Ой, D3 это жестко, по-моему. По-моему, пора начинать использовать все самые сильные стороны нашего. По-моему, пора сдаваться. Да, ну, позиция у нас конкретная. Вот расскажи мне твой план по введению, когда коня с Б1 выиграл. Персь Е1. Да, и дальше. Конь А3. Дальше. А4, вот, все правильно. Да, ну, когда он защитит побежь, когда Б5, куда дальше? Или вот так, да. Как вот наш конь выйдет из этой щекотливой ситуации? Знаешь, иногда у игроков не все получается. Например, он сейчас Ферзи в 6 сыграет. Ну, или так тоже неплохо. Вот иногда у игроков не все получается. Вот это тот случай. Я понимаю. Как нам не сдаться сразу в эти полиции? Бася Березуцкий не вошел в игру. Понимаешь? Да. Ну, то есть, это для него, конечно, обычный момент. Да, я согласен. Но? Но. У нас надо висеть на Б3. Слушай, ну он же как-то играет в футбол там 50 лет уже. Значит, и мы сможем. Так, ну, видимо, сдаться надо, на самом деле. С4 может? Ну, возьмут слона, а потом... А, О! Я же тебе говорил. Мы всего без одной фигуры. Наш конец Б1, правда, мы все равно не выходим. Ну, или так. Говорит, всего без одной. То есть, представляешь, как себя чувствуют болельщики московского ТСК? Хорошо. Мы всегда без одной фигуры на поле. Какие у тебя есть соображения по поводу продолжения борьбы в этой парке? Слушай, ну, пока очень жило. Очень жило. Меня смущает Ромело Лукако на жизни. Он реально большой такой. Ты знаешь, какую песню поют фанаты Манчестер Найтед про Ромело Лукако? Нет. Ну, смотри, какой я трюк нашел. Слушай, это... Ферзь подставился под бой. Это Вася. И мы смогли ценой еще одной фигуры развить нашего... Кого-то развить, в общем. Это Вася. Вася Березуский. И теперь мы тянем время по Гиннеру. Да, но... Как тебе сказать? У нас их мало. Мало боевых единиц. Их очень мало. Королев один, быстрее. Не, ну, это что-то не серьезно. Я согласен. Пора. Ну, вот стоп, стоп, стоп. Вот это показательный матч московского ЦСКА. Согласен. Можно в следующих наших матчах мы будем не подстреливать другую игру. Все-таки.